Музыка Если кто приедет в Чечню, вот знаете, здесь запустили Денимобиль. Первый раз. Очень удобная штука. Да, бесплатная реклама Денимобиль на АВЖ Фрикс. Пользуемся, нравится, катаемся по городу. Это же не настоящая телевидение. Ну реклама-то настоящая. Черт узнает. Где деньги настоящие берем. Если что, по рекламе там пишите. Наше Денимобиль и только деньги собрать. Ну я говорю, бесплатная реклама, первый раз. Всем привет, я Али Магнитов. Хотелось бы сказать, что впечатления в турнире остались у меня очень хорошие. Мне очень нравится, что в последнее время практически все турниры, в которых я так или иначе принимаю участие, проходят без всяких инцидентов. Люди очень уважительно относятся друг к другу, к спортсменам. Сами спортсмены друг другу уважительно относятся к судьям. И в принципе всегда судьи это люди, которые хорошо разбираются в нашем виде спорта. Есть определенные организации, которые мне не очень нравятся, когда судья на самом деле откровенный дилетант, сам бороться не умеет, никогда не видел, как должно проходить соревнования. И 90% конфликтов на коврок, скажем, спровоцированы именно нетактичными и неправильными действиями судьи. Очень приятно, что Арбим Мурадов очень сильно развивает джиу-джицы в Течне. Он обучает как спортсменов, так и судейской точки зрения, так и тренеров воспитывает очень хороших. Поэтому уровень бразильского джиу-джицу в Течне, он очень, скажем, один из самых сильных высоких уровнях. Потому что я считаю, что самые все-таки сильные на сегодняшний день борцы и в принципе комбитет у нас южных регионов, это Чечня, Дагестан. Я никого вперед или вниз не ставлю. Я просто говорю, что в целом кавказские регионы сейчас, как и давно уже принято считать, на очень высоком уровне поддерживают соревновательный опыт. И в этом огромная заслуга в таких черных поясовках Арбим Мурадов, в таких черных поясовках Беларова, Абдурахмана и весь тренеровский штаб Аскал Бакарова. Люди стали уважительнее относиться к работе, люди стали уважительнее относиться к всем соревнованиям. И я бы хотел, чтобы эта тенденция продолжалась и мы как бы только росли и шли вперед. Потому что любые всякие конфликты, любые такие неприятные инциденты на соревнованиях, если на них посмотреть со стороны, это можно сказать, как бы шаг назад огромный. Можно 10 лет работать над репутацией, делать так, чтобы все было гладко-гладко-гладко, а потом любая оплошность и уже она смотрит, как на каких-то дикарей, которые не умеют себя вести на соревнованиях и ведут себя неподобающе. Не умеют проигрывать или не умеют еще что-то делать. Очень мало организаций осталось в России, которые, скажем, допускают откровенных дилетантов на ковры, которые собираются в суде соревнований. То есть судьи абсолютно некомпетентны, не знают ни правила, не знают ни... Они попросту сами никогда не боролись, как они могут судить объективно, ведь они даже понятия любят, как в принципе борьба проходит. Я не буду называть эти организации, это пусть остается на их совести, меня это вообще не касается. Я лишь говорю о тех организациях, которые ведут себя очень хорошо, ведут, идут в правильном направлении и развивают российское джиугицу. Вот это для меня самое главное, и я хотел бы, чтобы так продолжалось. Чечня, как обычно, встретила нас очень радушно, очень теплый прием, гостеприимство на самом высоком уровне. Нас встретили, возят, кормят, можно сказать, мы даже никого не предупреждали, что мы прилетаем. Нас просто сразу после прилета встретили, отвезли нас в гостиницу, после этого нас отвезли в ресторан, накормили, да, правда, что мы еле-еле до дома добрались. Погода в Чечне очень хорошая, вот если обратите внимание, у нас здесь не такая же зима, как в Москве. Ну, сейчас вообще классная погода, на самом деле, вчера был немножко дождик, поэтому было похоже на осеннюю такую погоду, но меня все очень радует. И я, скорее всего, буду регулярно на большую турниру в Чечню привозить своих учеников и приезжать сам. Если у меня будет возможность принимать в них участие, конечно, я буду сам принимать участие. Но пока по резваменту могли выступать только белые и синие пояса, я приехал сюда просто как секундедущий тренер. В общем, у меня очень положительное осталось впечатление об этой поездке. По поводу Грозного, я здесь второй раз, прием на высшем уровне гостеприимства, такого я не видел нигде. К гостям здесь относятся намного лучше, чем местные друг к другу даже. Ну, и это чувствуется. Ну, и что хочу сказать. Чтобы быть частью джиу-джитсу, важно не только приходить к себе в зал и регулярно тренироваться, а помогать вот таким молодым федерациям, которые уже участвуют в этих турнирах, быть частью, ну, по-другому никак. Поддерживай. Если мы будем участвовать в хороших соревнованиях, просто не будет желания делать эти хорошие соревнования. Я вот, ну, хочу споднять, там, тему триала, допустим, есть предстоящий триал джиу-джитс в науки, мы собираемся проводить в декабре. В комментариях каждый из вас пишет, что мы хотим хороших турниров, мы хотим, там, условно, зарабатывать деньги на турнирах, но сейчас такое жалкое количество регистраций. Мы недавно привели в ГИ такой же триал. Очень мало людей, очень мало людей, и при всем при этом там желающие выигрывали, ну, хорошие деньги, которые синий пояс никогда в жизни не заработает, ну, я имею в виду на своем джиу-джитсу. На компетитерской арене. Да, на компетитерской арене. Поэтому, чтобы быть частью джиу-джитсу, говорить о том, что я вот что-то сделал, мало, просто хорошо бороться у себя в зале. Нужно обязательно участвовать в соревнованиях, и своим участием в соревнованиях вы поддерживаете, так сказать, развитие всего этого. Ну, а по-другому никак. Отличный, врумнив, мне все очень понравилось. Ну, за счетом того, что я проиграл, но в этом только лишь моя вина. Увидимся на ковре. Ну, собственно, место, с которого можно посмотреть на Грозный чуть ли не целиком. Вот, собственно, отсюда видно немного мечей сердца Чечни. Отсюда видно Али Магомедова. Вон он там, да. Ну, что рассказывать. В общем, сейчас я переворачиваю камеру и просто сами на все это посмотрите. Али Магомедович, али Магомедович. Такой вот тоннель. Мы просто гуляем, ничего такого. Ничего личного. Да, да. Передай привет жене. Вот. Грозно запущен Денюмобиль, но в последний день самым надежным транспортом является, скажем так, божевой транспорт. И если вы разрываетесь между оленем, ослом и олененком бэмби, то выбирайте коня. Если что-то перевозить собираетесь, то бы. А вот самый оптимальный вариант это... С хвостиком. Приятный на вкус, пофе удобно. Так что, если будете в Грозном, и шаг в ваш выбор. Не страшно? Не, отлично. Побольше выбрал тут маленький. За ухо подтрепает. Ну, а что? Вот все говорят, божеже не борьба, не борьба. Вон, Володя, никого не боится. О, закрой рот. Все, я тебя пришел душить. Душеве не обнимешь? Ну, делай ахил. Поговори со мной, Вова, мне скучно. Вова, поговори со мной. Пожалуйста. Как тебе турнир? Турнир, на самом деле, хорош. Первый раз у нас было диетическое меню. Такое, потому что мы не знали, Вадим, мы вязь или нет. Это мы взяли себе рыбку на гриле. Это была вот такая вот, на самом деле, рыбка и салатик. Но порция огроменная. Можно было бы объесться, мне кажется, двоим с одной порцией. И второй раз мы пошли уже по полной. Мы набрали. По-серьезки. Первое, второе, третье и компот. И мы не знали, как растрясти весь этот, ну, всю эту еду. В общем, мы пытались лечь спать. Но если ты приехал в Грозный, такая тема не прокатывает. Тебя найдут и заставят есть. Даже ночью. Даже ночью, да. Так произошло и с нами. Мы уже спрятались тут, закрылись, выключили свет, звук. Лежим молча, даже не пукаем. Говорят, выходите, парни. Мы сейчас опять едем жрать. У вас нет выбора. Вот такие вот дела. До встречи в эфире. До встречи в эфире. Что, мы опять во дворец куда-то? Да. Опять во дворец. Опять куда-то наверх. Зеркальный лифт. Все нормально. Опять мы в каком-то царском месте. Смогли отмазаться. Сказали, есть не будем. Нам вроде разрешили. Но пока не ясно. Сказали, сейчас посидим, будет понятно. Я так понимаю, там самого огромного барана режут. Бой за шашлык. Ты работаешь здесь? Да. Ну, это, в общем, еще одно живописное место в Грозном. 32 этаж. Пешено-дикомодный ресторан. Все очень красиво оформлено. Сейчас мы будем кататься в лифте. До свидания. До свидания. В лифте ремонт лучше, чем у меня дома, естественно. Как везде в Грозном. Вот. Сейчас я. Встальше. Продолжение следует... Все сломал. Так, куда она? Вот там, наверху мы были. И вот там вот. Ну вот и все, время, полпятого утра, мы собираемся домой. На самом деле, что-то это самое. Ну, молись, в притирочку идем. Ну вот. Я, как дебил, за двух часов смотрел телевизор. Володя поступил несколько умнее, он лег спать. Вот, но лучше он себя сейчас от этого не чувствует. Сдаем номер и рвем в аэропорт. С моего аэропорта. Идем счастливее. Почему небо зеленое? Так надо. Какое-то режиме поездки подводить мы уже не будем. Мы очень много сказали. Вот. Откуда прилетели туда и нас и привезли. Хочется очень подремать. Сейчас пойдем на посадку. Вот. И может в самолете еще поболтаем. Маска выпадет автоматически. В случае декомпрессии, маски маски автоматизируют автоматически. Когда вы увидите маску, потяните ее вниз. Ты видишь маску, потяни вниз. Душите нормально. Будерно. В общем, Вова слишком спешил на работу. Поэтому пилот гнал так быстро, что мы прилетели на 50 минут раньше указанного срока. Ну, собственно, все, что я могу сказать об этом полете. Очень хотелось спать. Больше не хотелось ничего. Ну, а все остальное мы уже сняли. Так что увидимся в интернете. Еще мы прилетели. Сейчас на работу. На любимую. Всем пока.